Hallo liebe Deutschfreunde! Wir feiern den Schuljahr Anfang! Und ich gratuliere Ihnen dazu! Здравствуйте, дорогие друзья! Мы празднуем начало учебного года, и я вас с этим поздравляю! Осень – это пора изменений, начало чего-то нового, и у нас тоже есть изменения. Как вы заметили, картинка за мной совсем другая. И позади у нас переезд в дом. Сейчас съемка видео уже будет приятнее, мне хочется в это верить и легче. Раньше мы жили в квартире, и нам приходилось вставать в 5 утра для того, чтобы снять видео на канал. И до того, как проснутся наши соседи, собаки, все дети большого многоэтажного дома. Бывало у вас такое, что шумные соседи тоже мешают вам в работе. Но сейчас, слава богу, мы будем жить в доме и сможем разнообразить наши съемки, и не вставать в 5 утра. Как ваше настроение в начале сентября? Что у вас нового? Ассоциируется ли у вас сентябрь со школой? Помните ли вы вашу школу, класс, учителей? Сегодня поговорим об этом в нашем видео. А также я расскажу о новостях в школе Брандшуле. Итак, свою работу возобновляет наш разговорный онлайн-клуб. Разговорные занятия проходят один раз в неделю в формате мини-группы. Это 5-6 человек. Веду их я, и я приглашаю вас присоединиться к нам в одну из групп. На сейчас у нас есть уровни А1 и А2, Б1. Каждое занятие длится полтора часа или 90 минут. И мы говорим на разные темы, а главное – преодолеваем барьер и страх перед говорением на немецком языке. Если вы хотите присоединиться к разговорным онлайн-занятиям, заполните форму. Внизу этого видео есть ссылочка, и мы с вами обязательно свяжемся. Вторая новость. В нашей школе в конце сентября начнется марафон Deutsch mit Spaß. Немецкий с удовольствием. Куда я вас также с радостью приглашаю. Чуть позже я анонсирую конкретные даты, когда мы начнем прокачивать ваш язык и выполнять простые, но эффективные задания каждый день на протяжении 14 дней. А сейчас давайте немного поговорим о школьной теме. И выучим с вами несколько слов и выражений по этой тематике. Итак, когда же дети идут в школу? И мы знаем с вами, конечно, что это обычно первого сентября. Это порядковое числительное. Какой по порядку? Это первый. Если мы говорим «когда» первого сентября, это будет И давайте ответим на мой вопрос. Когда дети идут в школу? Попробуйте ответить прямо сейчас. Дети идут в школу первого сентября. И проверьте, так ли у вас получилось. Скажем все вместе. Но если говорить о Германии, это не первое сентября. Обычно это вторая половина августа. Причем в разных федеральных землях это могут быть разные даты, когда дети идут в школу после летних каникул. Да, и летние каникулы у немецких детей не три месяца. Это было бы для них мечтой. А всего шесть недель. А мы с вами переходим к интересным словам по тематике школу. И выучим разные школьные принадлежности. Первое слово, без чего, конечно же, не обойдется школа и никакой школьник не сможет. Ранец, школьный ранец. Мы, кстати, позаимствовали это слово в русский язык. Дайте пример с этим словом. Следующее слово, вместо ранца кто-то носит рюкзак. Это обычно школьники повзрослее. Рюкзак тоже немецкое слово, которое мы заимствовали и используем в русском. И также школьные принадлежности, такие как Выучим с вами слово карандаш. Ручка полностью это слово будет звучать так. И сокращение от этого слова. Данец, линейка, линейка. Тоже очень созвучно. Дэр хэфт, тетрадь. Дэр хэфт, очень похожее, одно коренное слово. Дэр хэфт, это степлер. Дэр шпица, точилка. Шпице – это наконечник. Или острие – шпице. Блокнот для записи. Это обычно большой блокнот формата А4, который вот такими пружинками соединяется. Часто школьники в Германии используют его вместо тетрадей. Де Орнер – папка. Де Орнер – это большая такая папка. Или, кстати, папка, которая находится у вас в компьютере. В ноутбуке, в телефоне. Де Орнер – папка. Ди Шерре – ножницы. Де Клепштов – клей. Де Клепштов. Дас Папия – бумага. Или Бунт Папия – цветная бумага. Дас Папия – ура Бунт Папия. Дас Бух, конечно же, не обойдется без книг. Дас Бух – книга. Ди Бюша – книги во множественном числе. Лизен Си Гяне Бюша. Лизен Си Гяне Бюша. Читаете ли вы охотно книги? Напишите в комментариях. Ну и то, что есть, конечно же, в школе обязательно – это И обязательно у учителя есть доска. Конечно, в основном есть сейчас уже в школах И без учителя не обходится ни один учебный процесс. Де Лерер – учитель. Мужчина – Ди Лерерин – учительница, женщина. Произносите вслух обязательно все слова. Де Лерер – Ди Лерерин. Хаттен Си Гуте Лерерин – Де Шуле? Хаттен Си – имели вы дословно – у вас были Гуте Лерер, хорошие учителя, ин Де Шуле, в школе. Шрайбен Си ин Ден Комментарин auf Deutsch, wenn Sie können. Ви Ва Ира Шульцайт? Напишите в комментариях на немецком. Если вы можете, каким было ваше школьное время. Были ли у вас хорошие учителя? Какие у вас остались вообще воспоминания о школе? А мы напоследок выучим с вами небольшую детскую песню. И вы сможете ее потренировать с вашими детьми или внуками. Ура, ура, школа начинается. Ура, ура, школа начинается. Де Векка клингельт. Ворбай ист ди Нахт. Де Векка клингельт. Званит будильник. Ворбай ист ди Нахт. Ночь прошла. Ворбай и бенима уже ушла. Де Векка клингельт. Де Векка клингельт. Ворбай ист ди Нахт. Зв. 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 Для умывания gehe ich, иду я, ins Bad. Ванну hineин это внутрь. Зв. 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 И я радуюсь Юле. Хура, хура, die Schule beginnt. Хура, хура, die Schule beginnt. Ура, ура, школа начинается. Ура, ура, школа начинается. Вы можете вместе со мной еще раз сейчас прочитать эту небольшую песенку. Это только один куплет из песенки. И потренировать ее вместе с вашими детьми или внуками. Хура, хура, die Schule beginnt. Хура, хура, die Schule fängt an. Der Wecker klingelt, vorbei ist die Nacht. Der Unterricht beginnt, heute um acht. Zum Waschen gehe ich ins Bad hinein und auch die Zähne sollen sauber sein. Ich freue mich schon auf die Schule, auf Ann-Kathrin und auf Юле. Хура, хура, die Schule beginnt. Хура, хура, die Schule fängt an. На сегодня это все. С вами была Мила Бранц. Напишите в комментариях, радуетесь ли вы начало учебного года. Любите ли вы осень? Что для вас нового осень принесла или, возможно, принесет? Оставляйте заявки на участие в разговорных группах онлайн. И до встречи. Auf Wiedersehen. Tschüss. Субтитры создавал DimaTorzok